Всем привет! С вами Иван Трэйн. Сегодня мы протестируем М60 Доминатор или М60 АДВ, который на российской локализации находится в капсуле за кредиты. Одна капсула стоит 115 кредитов. Но это Crossfire Fantasy Games. Здесь всё совсем по-другому. Уже называется не М60 АДВ, а М60 Доминатор, если что. Но от этого сути не меняется. Количество патронов тоже 150 на 150. Но поскольку я играю на зомби моде, то кову патронов увеличено от 300 в сумме до 600. То есть в два раза больше патронов. Это без всяких там комбо. Я выиграл здесь на Crossfire Fantasy Games М60 АДВ на 7 дней. Ну, на время в капсуле. Вот. На российской локализации такой возможности у вас нет. То есть или всё, или ничего. Или вы выигрываете капсулу, или остаётесь вообще ни с чем. Даже не опробовав оружие. А вот мне тут оно на 7 дней выпало, и я решил сделать обзор. Такого у меня ещё нет. От обычной М60 отличается эта версия тем, что больше патронов. Заметно больше. И... Другим окрасом. Немножко... Ну, более тёмным. Советую вам как раз её использовать на зомби-моде, на мутации очень хорошо, прям в самый раз. Потому что это пулемёт, стреляет очередью против зомбаков в самый раз. Можно использовать и на выживании, на какой-нибудь там небольшой карте, когда много народу играет. И... Все кучкуются, короче. И в любом случае вы куда-нибудь попадёте. Есть вариант использовать... Хотя нет, больше вариантов нет. Вот я назвала самая оптимальная. М60 Доминатор. Ну, она же ЭДВ. Есть также на канадской, филиппинской, ну и, короче, всех других локализаций. И на филиппинской локализации, вроде как, насколько мне известно, капсулы стоят намного больше, чем на Crossfire Fantasy Games. Ну, ещё бы. Crossfire Fantasy Games считается как... Приватная кэфка. Ну, это всё объясняет. Тут и дёшево всё. И тому подобное. Ну, что ж, давайте, кстати говоря, проведём тест на отдачу. Хотя вот эта вот... Чмудила красная тут бегает. Сейчас мы её замочим. Давай, иди сюда. Опа-опа-опа-опа. Сейчас, вынесем. Оп. Сзади, шухер. Ну, всё нормально. К сожалению, мы сейчас остались вдвоём. И обзор, скорее всего, скоро мой подойдёт к концу. Ну, вы сами понимаете, почему. Вдвоём, на 26-ом раунде. Конечно, можно выбрать с ним 27-ом и, возможно, на 28-ом. Но... Не более того. А также хотелось бы отметить, что на канадской локализации вы также можете не приобрести, а выиграть М60 АДВ за жетон. Штурмовик. Один. Класса Б. Вот. На российской локализации такого нет. Нам дают вроде там какую-то какашку. Так, продолжаем обзор. Там технические неполадки были. Сейчас кукри повыносим чуть-чуть. А, ну, в общем, мой обзор подошёл к концу. М60 АДВ на самом деле классная штука. На любых режимах. Кроме ЭКВ, уничтожения и, в общем-то, призраков. Ну, вот самый оптимальный вариант, как я уже говорила, зомби-мод. Ну, что ж, с вами был Иван Трэнс. Будет ещё обзор на португальском языке, скорее всего. Всем удачи, пока.